Привет, воинственные тигры! С вами проект Муай-Тай Сикея и я, Варченко Виталий. Сегодня мы посмотрим лучшие моменты очень редкого и уже раритетного боя между двумя топовыми бойцами K-1. Один из которых представляет белорусскую школу Муай-Тай, а второй – великобританский бокс. Первый боец Мэтт Скелтон, у которого за плечами 37 профессиональных боев по боксу, 28 из которых он выиграл и даже один раз боксировал за пояс чемпиона WBA в супертяжелом весе. Но нужно отметить, что начинал он свою карьеру как кикбоксер и провел 71 бой по кику, хотя всегда проводил свои бои в боксерской манере. Его противник сегодня Алексей Игнашов по прозвищу Красный Скорпион, который провел 108 боев на профессиональном ринге и встречался практически со всеми топами K-1, такими как Бадер Харри, Сэмми Шилд, Рэмми Баньяски и многими другими, большинство из которых победил. Это настоящая легенда K-1 для постсоветского пространства, но это все будет потом. А сейчас на дворе 2000 год, молодому Алексею 22 года, и он делает свои первые шаги в K-1. При росте 195 сантиметров он весил 91 килограмм, но с годами поднабрал до 115. Мэтту Скелтону на момент боя было 33 года, с одной стороны опыт, а с другой уже не молодой боец. При росте 191 сантиметр он весил 110 килограмм, между прочим супер тяжелый вес в K-1 был до 120 килограмм. А теперь перейдем к бою, который мы начали смотреть со второго раунда, первый к сожалению не сохранился. Тактика бойцов очень разная и это понятно, все идет от школы. У Скелтона она британского бокса, а у Игнашова белорусского муайдай. Как видим, весь второй раунд Алексей пытался пробивать свое знаменитое колено, встречая подпрямые Скелтона. После чего ввязал в клинч. Хоть по правилам K-1 клинч запрещен, но это правило стало очень строгим позже, после появления там буака в опор промука. Кстати, обзор на него можно посмотреть в подсказках. А сейчас судья практически не разводит бойцов и дает пробивать колени в клинче. В свою очередь нужно отметить пушечные подачи Мэтта, который раз за разом осыпает Леху и при этом очень плотно попадает, особенно правой рукой. Обратите внимание, как Скелтон четко пробивает правый апперкот, который раз за разом попадает, а затем добавляет правый сбоку, в лучших традициях железного майка. Продолжение следует... Видно, что Игнашов долго терпел и уже плыл, но в конце концов в третьем раунде рефери отсчитывает ему нокдаун. Алексей уже практически без сил, старается отвечать на бешеные удары Мэтта и пытается попасть коленом в печень. Но кажется, что Скелтон – дикий буйвол, который поставил целью затоптать жертву своими мощнейшими ударами. В конце концов Игнашов дожил до конца боя, но судьи единогласно отдали победу Мэтту Скелтону. Напиши в комментах, что ты думаешь про этот бой. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и делись видео с друзьями. Они должны увидеть эту зарубу. А если ты хочешь научиться рубиться так же, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.